Здравствуйте! В эфире передача «Актуально сегодня». В этом выпуске будем говорить о геноциде азербайджанцев, осуществленном в марте 1918 года армянскими бандитскими формированиями. В годы советской власти трагические события весны 1918 года не получили должной политико-правовой оценки. Но завоеванием независимости народ Азербайджана узнал истинную причину и масштаб тех кровавых событий. Более подробно на эту тему будем говорить с гостем в нашей студии. Это историк Резван Гусейнов. Здравствуйте, Резван Гусейнов. Добро пожаловать на к вам сегодня. Резван Гусейнов, я бы хотел бы все-таки вот первым же вопросом, чтобы вы нам чуть подробнее рассказали именно о масштабах тех событий марта 1918 года. Потому что да, мы отмечаем в Азербайджане это 31 марта ежегодно. И эти события называются мартовскими. Но мы прекрасно знаем, что это не произошло в одночасье. Это был долгий процесс, все к этому шло. И жертвы были в принципе еще до марта 1918 года. Я хотел бы, чтобы вы коснулись этого момента и все-таки обрисовали для нашей аудитории масштаб тех трагических событий. Естественно, если говорить о событиях, которые предшествовали мартовскому геноциду 1918 года, надо отметить две основные причины. Это в первую очередь Первая мировая война, которая шла в нашем регионе тоже. И здесь проходил Турецкий фронт, то есть по линии нынешней границы Армении и дальше по линии азербайджанской границы. Вторая причина – Октябрьская революция или Октябрьский переворот 1917 года, после которого к власти пришли в Петербурге большевики. И это обернулось тем, что территория бывшей уже Российской империи начала дробиться, и определенные народы пытались получить свою независимость. Естественно, на Кавказе тоже эти процессы шли. И на этом фоне большевики во главе с Лениным делали большой упор на Баксовет, то есть Бакинский совет во главе с Шаумяном Степаном Шаумяном. Именно до мартовских событий, это значит конец 1917-го, начало 1918 года, зима, начался поспешный вывод, а скорее всего, в основном это были армянские дезертиры, поспешный вывод вооруженных формирований с Турецкого фронта, то есть с фронтов Первой мировой войны, потому что была полная деморализация, для России война потеряла смысл, потому что уже не было царской России. Да, произошла революция. И на этом фоне Ленин руками Степана Шаумяна очень ловко, то есть Степана Шаумяна подчинили огромную группировку войск, которая никакого отношения к нему не имела. И по единственной тогда железной дороге, одна ответвление шло через Грузию, другой через Азербайджан, но этих головорезов, а это десятки тысяч вооруженных до зубов людей... То есть армяне, которые возвращались с фронтов Первой мировой войны, их почему-то вместо дислокации стало именно азербайджанством. Там были не только армяне, там были в том числе представители других национальностей, которые были охвачены левыми взглядами, то есть сочувствующие так называемым большевикам. Им было вот это и предложено. Здесь оказались дошнакствующие группы, ну и также оказались группы, которые сочувствовали большевикам, и им была дана возможность поживиться. То есть прекрасно они были осведомлены. Им было разрешено грабить, уничтожать по всему железнодорожному пути, где они шли. Но в первую очередь это коснулось именно Азербайджана в данном случае. Только, сугубо. Даже если на территории Грузии это коснулось только тюркского, мусульманского населения. На территории Армении то же самое. И те события в Шамкире в январе, которые в 2018 году имели место, когда части, еще не было республики, но уже были сформированы определенные войсковые подразделения. Они дали отпор тем войскам, которые проникая на территорию Азербайджана, творили бесчинство. Но вот, к сожалению, огромная группировка все-таки смогла проникнуть в Азербайджан. Это произошло не только через Шамкир, но и по территории неконтролируемой Ирана, где тоже шла полная разруха, через Линкарань. Потому что граница тоже была в руках совершенно у других группирований. Но люди, которые принимали решение, что эти войска, вот, местом дислокации у них станет именно вот этот регион, что они сюда возвращаются, они, наверное, прекрасно понимали, чем это обернется с учетом национального состава этих войск. И в данном случае вот то, что вы упомянули Шаумяна. То есть это они прекрасно понимали и к этому шли, что вот произошла эта резня, произошел этот геноцид. Совершенно верно. Целью был, во-первых, нефтяной Баку. То есть никаких случайных, вот мы не до конца продумали, такого быть не может. Нет, нет, это исключено. Еще раз повторяю, целью был нефтяной Баку, чтобы спасти свое государство. Ленин нуждался в нефти. Плюс контроль над прикаспийскими регионами. Поэтому основная, самая кровавая часть резни произошла именно в Баку и в других регионах, сопределенных с Каспийским морем. То есть речь идет вплоть до Шамахи, Кубы и вниз вплоть до Линкарани. То есть взять под контроль всю вот эту косу Каспийского побережья с нефтяной Баку. Здесь тактика была такая, выжжены земли. Были уничтожены, как мы знаем, не только мусульманское и азербайджанское население, были уничтожены и другие представители народа, в том числе и еврейское население. Лизгины пострадали, Талыши пострадали. И, как вы правильно отметили, здесь не было случайности, здесь было преднамеренное желание уничтожить и изгнать коренное население. И на этой территории взамен была идея создать армянскую автономию именно с центром Баку. Кстати, вот именно те события, историки вспоминают, что началось массовое переселение армян. То есть вычищалось, скажем так, мусульманское население, мусульманское, в первую очередь, азербайджанское население. Оно выдворялось, уничтожалось, и после этого началось заселение этих домов, этих населенных пунктов армянским населением, которое вне региона было. Вот по масштабам, опять же, что вы можете сказать, какой процент носит? Это много было заселения, это какую часть населения потом они начали составлять? План был такой, сперва уничтожить мусульманское население, а потом, как вы верно отметили, на основе того населения армянского, которое останется, объявить какую-то некую автономию и присоединиться к большевистской России. Но этому плану не суждено было сбыться. Огромная заслуга в этом, естественно, Кавказской исламской армии, которая была создана, мы знаем, после обретения независимости в мае 1918 года, уже в июне начались действия по созданию этой армии, и она прошла по всей территории, как нынешней Армении, так и современного Азербайджана, изгнала большевиков, и финальной битвой была битва за Баку, после чего провалился вот этот большевистский план. По поводу большевиков, мы вначале отметили, что в советский период должной политико-правовой оценки тем трагическим событиям, уничтожению мирного населения, истреблению, геноцилу дано не было, но определенные источники признавали, что тогда погибло очень много населения, но это преподносилось как некая, как, скажем так, любят большевики, как классовая борьба в данном случае, то есть не было никакого этнического фактора, хотя вы точно отметили, что именно те, которые убивали именно войска, так большей части они были армянами, и как странно получается, что армяне убивают азербайджанцев, но потом это называется классовая борьба, но насколько вот эта, скажем так, такого рода попытка так обосновать ситуацию оправдана, что на самом ли деле была именно классовая борьба, на самом ли деле общество Азербайджана было в такой степени разделено, скажем, те, которые за большевиков, и те, которые не с большевиками, насколько понятно, что население Азербайджана не особо сильно симпатизировало большевикам? В советский период все подразумевалось под классовой борьбой, поэтому вся концепция истории, в том числе новейшей и новой истории в советский период, она именно с этой призмы рассматривалась, что обязательно люди сталкиваются по причинам классовой непризни, естественно, первая роль отводилась пролетариату, но вот если даже по советской доктрине посмотреть, Баку вовсе не пролетариат поднялся, как мы отметили, это были десятки тысяч головорезов с фронтов Первой мировой войны. То есть эти люди пришли извне? Извне, они никак на пролетариат Бакинский не тянут, и уничтожали в основном, если так посмотреть, основную опору большевиков, сельское население, ведь сельчане были убиты, уничтожены, самые бедные слои населения, сельские жители. Так где же, если пролетариат и крестьянин являются двумя элементами советской идеологии? То есть рабочая крестьянская, в итоге получалось, что одно из этих начинок. Поэтому, естественно, это полная глупость, и, как вы отметили, здесь был этнический фактор, к сожалению, в основном именно армяне, и, естественно, кучка разношерстная большевиков, но вот на них акценты делаются, что там во главе были представители разных народов, но опять-таки резнёй занимались армяне и не только здесь, но и на территории Центральной Азии и Туркестана. Опять там же, вплоть до Алтая, они преследовали тюрков. То есть получилось, что именно армянские, скажем так, люди с оружием, армяне, которые возвращались с фронтов Первой мировой войны, они стали очень таким послушным и, скажем так, с особой охотой выполняли грязную работу большевиков в данном случае. А им некуда было деваться. Это тоже оголтелая группа, которую на родину не пускали. Им просто некуда было ехать. Поэтому им дали такую возможность пограбить. Во-первых, они надеялись на этом разбогатеть. Во-вторых, им обещали должности. То есть если вы поддерживаете левые идеи большевистские, во всех захваченных городах они претендовали на определённые должности и как бы были рады обрести свою вторую жизнь. Вот и, как говорится, основной стимул, почему они так беспощадно уничтожали мирное население и были готовы слепо выполнять любые приказы. То есть никаких идей о классовом равенстве, о том преобладании крестьян и рабочих, у этих людей в голове не было. Главная цель была уничтожить азербайджанское население, чтобы туда пришло армянское население. И обогатиться, как я отмечаю. То есть эти люди имели... Ихний стимул лично был обогатиться, встать на должности при новой власти, ну и при этом, как вы верно отметили, для дашнаков расчистить площадку этническую, чтобы в дальнейшем опять заселять армян. Есть еще один момент. Я понимаю, что спустя очень большое время немножко сложно об этом говорить, но этот вопрос всегда напрашивается во время таких трагических событий, потому что всегда остается какая-то надежда. Вы как историк как считаете, можно ли было бы все-таки избежать тех трагических событий, или же это был такой водоворот истории, что вот эти люди отчасти были обречены в данном случае, чтобы их убивали, в данном случае, армянские военные, возвращающиеся с фронтов Первой мировой войны. Есть такое выражение, что история не любит сослагательного выражения, но ситуация действительно была такая, что определенные круги, в том числе большевистская Россия и страны Антанты, европейские державы, США, в этот момент устремили свои взоры борьбы именно на нефтяной Баку, именно на Кавказ. И, к сожалению, судьба была предрешена. То есть, если столько империй сталкиваются в одной точке, мы и в современной истории на Ближнем Востоке видим, как это осуществляется. Никто у Ирака, народа Ирака, народа Сирии или у других народов не спрашивает, вы хотите чего-то или нет. Просто так осуществляются интересы империй. И точно так же сто лет назад, к сожалению, это было здесь, в нашем регионе. Поэтому я не вижу, к сожалению, предпосылок. Предпосылка могла быть, но это невозможно, чтобы османская Турция разваливалась, она не была способна удержать. То есть, как-то предотвратить эти события. В какой степени, Резвамель, сегодняшний армяно-азербайджанский конфликт, который, оккупация азербайджанских территорий, имеет, скажем, один из корней, уходит именно к событиям марта 1918 года. Есть ли какая-то взаимосвязь? Можно ли сказать, что проблема закоренилась, именно начиналась еще в тот период? Что, как минимум, одна из причин, одна из мин была заложена еще тогда? Совершенно верно. Одна из мин была заложена уже во второй половине 19 века. Во-первых, одна из причин, то, что на территории османской Турции западным европейским миссионерам, миссионерам и в том числе представителям русской миссии, было разрешено армянам преподавать. И, естественно, они преподали некую особую историю. Что они преподавали? Мы уже знаем о Великой Армении, о великой роли, о несчастном многострадальном народе, который потерял территорию Турции. И потом, когда масса этих людей поднялась с оружием в руках против османской Турции, османы предпринимали ответные акты, чтобы предотвратить резню. И большая часть этих бандитов бежала на территорию Кавказа. Вот так Дашнакские идеи, не без поддержки, к сожалению, царской России, не без поддержки Запада, вот эти идеи национализма и эта история лживая была экспортирована армянам Кавказа. Поэтому доктрина не поменялась. Что сто лет назад, что сегодня еще хуже, потому что это уже пятое, шестое поколение армян, которые воспитаны, к сожалению, искренне верят в то, что вся территория Кавказа их, и что все народы тюркские должны быть изгнаны на Алтай, то есть мы понимаем то, что даже то, что произошло в конце 80-х, начало 90-х годов, период распада СССР, один к одному похоже на то, что произошло в период распада царской России. Те же актыры, те же причины, те же последствия. И если тогда резня приобрела действительно огромный масштаб, вы понимаете, было уничтожено, изгнано около полумиллиона населения на территории Азербайджана и нынешней Армении. Это, я говорю, 18-й год. В этот раз жертвы были меньше, но опять-таки жестокость такая же. Геноциды города, геноцид Ходжалы и других населенных пунктов показал, что методы тактика у армянских националистов не поменялись. Сейчас мы видим, что творится в Армении после смены власти. Опять-таки все ожидания, что новые власти отойдут от националистической риторики, не оправдались, несмотря на якобы либеральный демократический окрас новых властей. Мы видим, как они схлестнулись, в первую очередь схлестнулись с предыдущей властью в лице Качаряна-Саргисиана и тех сил карабахских армян, которые за ними. И тут начали всплывать очень интересные факты, которые в том числе подтверждают дикое лицо армянского национализма. Что вы имеете в виду? Ведь мы когда говорим об армянском национализме, он уничтожал не только тюркские народы, но и армян, которые не согласны были с какой-то политикой армянского национализма. Весь период, начиная с 19 века и по наши дни, жертвой армянского национализма становились в том числе известные политические деятели армяне, которые в чем-то были не согласны с этой доктриной. И если мы идем к событиям современной Армении, сейчас очень выпукло стали открываться малоизвестные факты того, что произошло в период расстрела армянского парламента 27 октября 1999 года. Это традиция армянского террора. К сожалению, в этой стране у них такие глубокие традиции террора нет. Всегда есть. Но именно, в частности, наверное, вы тоже читали недавно, в ответ на книгу Кочаряна, где он себя показывает, Роберт Кочарян показывает спасителем армянского народа, освободителем, в кавычках, Карабаха, определенные силы, которые тоже в тот период были влиятельны, в частности, замминистра Шерханян, Ван Шерханян, он ответное письмо большое написал Кочаряну, естественно, публичное, оно в прессе опубликовано, где попунктно разбил все постулаты Кочаряна и, в частности, коснулся его роли Кочаряна в расстреле парламента. Там фактор Найри Унаняна. То есть организатор. Фактически получается, что Найри Унанян был работником, агентом СНВ, то есть разведкой армянских спецслужб, который выполнял задание. И за этим заданием стоял главой спецслужбы Серж Саркисян, а, естественно, первым лицом Роберт Кочарян. И сейчас все это раскрывается, что этот парламент был актом мести, то есть актом террора против армянского народа, против тех политических деятелей, которые искали выход из ситуации. И, возможно, если бы они были живы, то в том числе и Карабахский конфликт нашел бы какое-то разрешение. Кстати, говоря о мартовских событиях 1918 года, вот эта террористическая сущность, террор имеет свойство и сам себя пожирать. Например, некоторые участники армяне, непосредственно которые осуществляли этнические чистки, фактически, давайте вещи называть своими именами, массово убивали. Например, тот же Амазапс, он в итоге был убит самими же армянскими коммунистами уже в самой Армении. То есть месть, конечно, наверное, его убивали не за то, что он убивал азербайджанцев, но все-таки вот и тот же Шаумян, живыми они не остались. И поэтому все-таки какая-то справедливость в этом деле, разумеется, есть. Вы в своей беседе коснулись еще такого момента по поводу ситуации в Османской Турции. Можно ли воспринимать это в том числе как месть, озлобленную месть тех армян, которые были недовольны политикой Османской Турции, которая адекватно реагировала на то, что часть ее граждан, они пошли на сговор с другими империями, с другими государствами, когда как страна, Османская Турция, она участвовала в Первую мировую войну, вела войну, и часть ее граждан, даже не все армяне, но часть армян, они почему-то решили заниматься антигосударственной деятельностью. Соответственно, как государство, цивилизованное нормальное государство, Османская Турция адекватно на эту ситуацию реагировала, купировала все эти угрозы для сохранения своего государства. Но армяне посчитали, что это неправильно. В результате там были столкновения, мы знаем об этом. И вот потом эти же люди, которые все эти были недовольны, которые были в царской России в войсках, они вот потом появились в Азербайджане. Как вы считаете, восприняли они это как удачное условие для мести? Для них же нет разницы, я так понимаю, это будут османские турки, или здесь в Азербайджане. Главное, что турке надо мстить. Видимо, вот в этом логика заключалась. Однозначно, потому что там, я извиняюсь, на территорию Османской Турции они хорошо получали по заслугам. Когда ты ведешь антигосударственную деятельность, будь готов. Это ненависть. Они, естественно, чтобы как-то отомстить, решили отомстить гражданскому населению. Как на территории Османской Турции мстили, а потом на Кавказе, где вообще на тот момент не было причин. То есть причиной стало именно появление Дашнаков. Они, так называемые маузеристы и другие исты, ливанских в основном левых взглядов, они просто стреляли в население. А если говорить о Первой мировой войне, то для Османской Турции террористическая гибридная война началась еще в 1870-х годах. С 1870-х до 1890-х годов были совершены сотни и сотни терактов на территории Османской Турции с участием как армянских националистов, в том числе и некоторые эти события возглавляли даже священники армянские. То есть если поднять прессу западную... Как армяне используют религию? Конечно, это мы знаем. Даже были такие моменты, когда врывались отряды армян, захватывали города турецкие. Вы представляете? И местная жандармиря, она не понимала, как реагировать. И только к 1890-м годам Османская Турция уже выработала ответный, скажем так, план деятельности, который обернулся в том числе оттоком части вот этого армянского населения на территорию Кавказа. Вот именно вот эта бурлящая масса привела, кстати, к событиям 1905-го года, когда впервые так называемая армяно-татарская резня до этого регион подобных событий не знал. Вот это именно та самая кипевшая масса, которая переселилась, была изгнана с Турцией за свою деятельность. И именно с 1905-го года начинается вот эта проблема, которая обернулась мартовскими событиями 1918-го года. Этим людям было все равно. Они резали евреев, они резали талышей, они резали лизгин, они резали тюрков, они резали в Туркестане, Центральной Азии местные народы, узбеков, казахов и так далее. Главное, что им была поставлена задача, это были люди отморозки, и они резали армян тоже. Это тоже надо отметить, что именно для них не было никаких моральных препятствий, и это говорит о том, что у них не было никаких моральных принципов. Просто все это они красиво в обертку Великой Армении, естественно, завернули, что якобы они создают, воссоздают какое-то государство. А на самом деле это ссора преступников, которая выполняла заказы ведущих держав мира. Есть еще один такой момент, я хочу опять же очень коротко о масштабах самой трагедии. Я понимаю, что спустя столько лет наверняка количество жертв занижено. Мы знаем о захоронении в Губинском районе, когда было найдено там, там есть и могила детей, стариков, женщин. Но все-таки как историк, как вы оцениваете масштабы той трагедии? Представьте себе, что если взять, допустим, Шамахо, там было уничтожено около половины всех сел. То есть 160-170 сел просто были стерты с лица земли. Город Шамаха был уничтожен, сожжен. Центральная мечеть, одна из старейших, кстати, в мире 8 века мечет, где собрали всех детей и женщин, была сожжена со всеми людьми. Это как бы кадры, как перед глазами со второй мировой войны. Но намного раньше. В Бакинской глубине 12 тысяч официально считается было женщин, детей и невинных людей уничтожено. По другим районам 16, 18, 10 тысяч. То есть, если суммировать, получается, в некоторых районах на половину населения было истреблено, изгнано. И это еще они считают те территории, которые нынешние Армении. Там вообще творился беспредел. Такие, как фашисты, будущие, как Горигин Жде, Амазас, Драстамат Канаян и другие, они сотнями, сотнями деревни уничтожали. И, понимаете, это и суммировать, если получается, около полумиллиона населения. А на тот период все мусульманское население Кавказа, если его суммировать, если вспомнить перепись первых советских времен, там 2-2,5 миллиона населения было мусульманского. То есть, если вычесть эту сумму, получается, как минимум, 25-30 процентов в некоторых регионах физически было истреблено. Это просто ужас. Это не... Подобные трагедии, если сопоставить по процентам, по-моему, больше и не найти в мире. Это общего населения, убитого. То есть, людей убивали только за национальную продажу. Истребляли только потому, что они были азербайджанцами. Вот, опять же, как историк, интересный подход в данном случае армянской стороны. Допустим, о событиях, когда мы говорим марта 1918 года, наверное, мы не увязываем это напрямую с какой-то армянским государством, государственным, потому что, как ввиду его отсутствия. Да, это армяне сделали, да, это сделали армянские бандформирования, их окреприденные организации и так далее. Но, наверное, нынешние современные армяне, это не имеет прямого отношения. Но почему, допустим, у них, опять же, в этих случаях, опять же, такое агрессивное отношение, отрицание всего? Что мешает сегодняшнему армянскому государству извиниться, признать вину? Опять же, сегодняшние армяне, которые живут сейчас, их правители, наверное, не имеют все-таки прямой связи, скажем, с теми событиями. Да, не они же отдавали приказ в данном случае. Это произошло тогда. Но почему, понимаете, отчасти может, вот это отрицание ихнее, их нежелание это признавать, нежелание извиняться, создает такое впечатление, что они как бы и рады тому, что это произошло. Ну, во-первых, начнем с того, что они пропагандируют, преподают тех, кто устраивал резину в 18-м году. Памятники Гарегина, почему они делают из них герои, зная, что они убийцы. Это часть культа, это часть ихней национальной идеи истреблять мусульманское население. Его никто не отменял. И они гордятся тем, что совершали. И они это преподают детям своим. В этой ситуации о каком извинении, конечно, может идти речь, если они рады продолжить это. Если, вы представляете, армянский национализм поставил целью всех нас выкинуть на ту сторону Каспийского моря. Это ихняя цель. Тут даже речь уже идет не о Карабахском конфликте, а о том, что доктрина любого государства, созданного армянами, она будет исходить из этого. Пока не запретят преподавать в школах вот эту всю мерзость, которая вкраплена в историю армянского народа. Пока не будут восхвалять, ставить памятники. Пашинян вроде бы и не убрал памятники Гарегина НЖД. Эти клубы Монте-Милканяна, я не знаю, и другие, Воружан, Карапетяна, культ, как герои и так далее. То есть, облик таких демократов, революционеров, дескать, пришли с либеральными какими-то задумками, но вот если уж это, они не отрицают же этих убийств, но надо как-то это дело все-таки в законном порядке запрещать. То есть, на словах просто от того, что люди вышли и поменяли власть, ничего не поменялось по сути в этом направлении. Значит, их поддерживают как и в 18-м году в начале 20-го века внешние силы, так и сегодня. Поэтому вот этот агрессивный армянский национализм, он так спокойно себя чувствует в Армении. Все же началось, вы правильно отметили, сперва же не было армянского государства в начале 20-го века, но... три кита, на которых до сих пор строится так называемое армянское государство. Ведь армянского государства классического до сих пор нет. Все вот эти три инструмента, церковь, политическая организация, директора. А вот церковь на самом деле удивительно, принято говорить о христианской добродетели, но эта церковь не выступает о том, что она сожалеет, что вот произошли такие трагедии, геноцид, убивали людей, ведь это же гуманистические моменты. В период Карабахского конфликта перед боем в церквях собирали военных, готовящихся к бою, освещали их в кавычках деятельность, после боя их тоже собирали, раздавали награды. За убийство женщин и детей? Да, деятели церкви. То есть, церковь, она наоборот, как вы говорите, к сожалению, она возглавляла и духовно, скажем так, обосновывала эти все убийства. Поэтому тут о каком-то прощении, извинении вообще смысла нету говорить. И к сожалению, пока адекватно ответ не получает, вот эта армянская элита она не очнется. То есть, и я так смотрю, ведь история, сегодня день, кстати, Всемирный день историка, 28 марта. Поздравляю и вас, и себя. Ведь Ключевский очень хорошо отмечал, что история ничему не учит. История наказывает за незнание ее уроков. Вот нам сейчас надо выучить историю всему народу. А если армянский народ будет получать опять-таки лживую историю, придуман, он будет наказан и пострадает простой армянский человек. Ведь та прослойка элита, она как всегда убежит, оставив армянский народ один на один с проблемами, созданными как внешними, спонсорами, так и внутренним националистами. Будем надеяться, что в Армении это поймут и, скажем так, не будут продолжать этот неправильный путь. Разумеем, большое спасибо. Я искренне верю, что ваши ответы о тех событиях марта 1918 года помогли нашей аудитории, нашим зрителям лучше понять все-таки, что тогда произошло. Большое спасибо. Благодарю. Напоминаю, о геноциде азербайджанцев, осуществленном армянскими бандитскими формированиями в марте 1918 года мы говорили в рамках передачи «Актуальность сегодня» с гостем в нашей студии историком Резваном Гусейновым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова